Пламенный привет, друзья! С вами Василиса. Сегодня мы проедемся по Майами и немного поболтаем о моих ощущениях, которые остались после этого места. Майами очень похож на город Адлер своими постройками. У меня именно такие ощущения. Это далеко не новый город, как многие первоначально думают. Океаны, пляжи, все просто супер. Чем ближе к Майами, большее количество людей на квадратный метр. Все приходят со своими стульчиками, зонтиками, холодильниками для еды и так далее. Кстати, все районы в Майами различаются кардинально, и судить по одному невозможно. Один район фешенебельный, другой демократичный. Нужно не забывать, что Майами это туристический город, и многие люди приезжают сюда именно на сезон, даже американцы. Отсюда вытекают повышенные цены на сезон, скопление людей, разнообразие национальностей и колоритов. Майами – пестрящий город. Здесь вы видите как миллиардеров, так, простите, и бомжей. Каждый день, гуляя по Майами, вы можете видеть фотосессии, съемки фильмов и роликов, инсталляции и прочее. Что меня возмущало – это кондиционеры. Они работают везде и без остановки. Без них прожить просто невозможно, даже зимой. Хочу отметить отдельно, что люди дико приветливые. Каждый день, вы не поверите, я получала как минимум несколько комплиментов. Также любой человек поможет вам всегда и уступит место. Ну и различные бывают ситуации, все доброжелательные и приветливые. Еще в Майами я заметила такую тенденцию. Если грубо сказать, то ты всем безразличен. В чем ты одет? Да хоть горшок один на голову, никто внимания не обратит. Где ты живешь? Чехия? Ммм, а где это? Россия? Ай, ну, ай, ну, Москва. Приветливые улыбнутся и забудут. Подводя общую черту под всем вышесказанным, хочу отметить, что для меня этот город так и остался загадкой. Хоть и прожили мы там около четырех месяцев, ведь каждый день для меня был как новая, нерассказанная история, в которой в любой момент могло случиться что-то уж точно незабываемое. Ярких, замечательных путешествий вам! С вами была Василиса. Пока-пока!